Апостол Павел говорит, братья, когда же явится Христос в жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Но, и так, чтобы явиться во славе, со Христом вместе, что нужно? Умертвите земные члены ваши, это блуд, нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание, которые есть и долослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Мы часто что-то случится, ох, Господи, за что меня наказывают? С ближайми что-то, ох, Господи, за что это? Сразу ищем, за что? Как будто бы и не за что совсем. Жили как ангелы, вели воздержанную жизнь во всем, и вдруг, за что? Это всегда возникает. Первое, за что? А вопроса должен быть другой. Господи, почему ты так долго терпел меня? За который гнев Божий грядет на сынов противления? В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Но мы сегодня живем между сыновами противления. Но если жить поистине, как христианин, то и в этом мире прелюбодейном можно сохранить и чистоту, и веру, и быть светильником, и быть солью для этого мира. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших. Значит, мы часто говорим, а у меня в сквернословии вырвались слова нехорошие, ругательные, матерные. А это относится все сюда, к вернословию, в одном, как бы сказать, пакете все запаковано. И за одно слово будем держать отчет. Ибо нам Господь дал уста, язык, не для того, чтобы мы изливали из него и горькое, и сладкое. Не бывает так. Из одного источника не печет горькая и сладкая вода, а что-то одно. Поэтому подумаем, если есть сегодня, отложим, потому что гнев Божий грядет на нас за это. Отложим. Все. Господи, больше не будет у меня этого. Я загрождаю уста для каждого злого слова. Не говорите лжи друг другу. И за это гнев Божий тоже грядет. Совлекшись в ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании, по образу создавшего его. То есть мы должны обновляться день ото дня. Все новее и новее быть. Плоть наша ветшает. А дух должен все более обновляться и обновляться. Все юнее и юнее быть. Где нет ни елина, ни иудея, ни облизания, ни облизания, ни облизания, варвары, ни параба, свободно, все и во всем крестном. Вот такое письмо сегодня нам написал апостол Павел. Запомните это. Гнев Божий грядет за все это на нас. Если мы не совлеклись этих грехов, то не будем задавать этот вопрос. За что, Господи? А скажем только, Господи, как же ты долго терпел, но мне это. И внимательно еще раз дома прочтите это и возьмите это себе на память и на память, чтобы запомнить это верно. И то есть, что евангельское сегодня было чтение. Представьте. Все готово на пир, ничего не требует отговорки. Я землю купил, надо идти посмотреть. Смотреть-то надо, когда еще не покупал. А теперь уже купил. Теперь бесполезно смотреть. Деньги уже заплатил, теперь она твоя. Хорошая или плохая, но твоя. Все эти пять, пару волок надо их питать. Тоже купил уже. А что их питать-то? Попытать, когда еще не покупал. А может хромой какой-то, трехногий вол попал. Теперь-то что их испытывать? То есть, отговорки-то все такие лживые. А я женился, потому не могу прийти. Ну, когда бы не женился, еще есть страх. А вдруг, когда кто-нибудь ее перехватит еще, засватывает, успеет. А теперь уже женился, это твоя жена, уже никто ее нет. Чего страшиться? Отговорки все лживые. Вот так вот бывает у нас. Почему не был на... Да, кто-то, все-то. Вот это. Кто на дачу поехал, кто-то что-нибудь дома, то. Кажется, у меня голова заболела. Кажется, что-то в бок кольнуло. Кажется. А завтра на самом деле кольнет. И мы сразу... Господи, а за что это меня кольнуло в бок? Поэтому много, говорит, было званых. Господь всех нас зовет сегодня. А избранные, это от нас зависит. Как мы на зов этот откликнемся? Поем или не поем? Оставим волов, поле, жену? Или будем искать эти отговорки? Аминь.